Коморбидная патология И в то же время необходимо не помнить, знать и правильно поступать в лечении, в диагностике этой патологии Итак, коморбидность Это сочетание одного или двух или более хронических заболеваний у пациента Которые эти патогенетически взаимосвязаны между собой Или совпадают по времени появления, вне зависимости от активности каждого этих заболеваний В среднем у пациента в среднем возрасте диагностируется не менее 3-5 хронических заболеваний Взаимное влияние, которое друг на друга заменяет классическую клиническую картину Усугубляет тяжесть, усиливая прогрессирование и развитие осложнений и торпидность течения Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь – это хроническое рецидивирующее заболевание Которое обусловлено нарушением моторной эвакуационной функции гастроэзофагальной зоны И характеризуется ГЭРБ спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием содержимого желудка Или дуаденального содержимого, что приводит к повреждению пищевода С развитием в нем эрозивно-язвенных, катаральных и функциональных нарушений ГЭРБ характеризуется широким спектром клинических проявлений Из пищеводных проявлений наиболее часто встречаются изжога и регургитация А внепищеводные характеризуются таким многообразием симптомов Как оториноларингологические, стоматологические, бронхолегочные, кардиологические и аномические синдромы Для ГЭРБ характерна изжога, отрыжка, боли за грудиной, икоторвота, чувство раннего насыщения и метеоризм Но и ГЭРБ проявляется как типичными, так и нетипичными экстраэзофагальными симптомами ГЭРБ – одно из самых распространенных среди всех каморбидных заболеваний И ГЭРБ стабильно диагностируется у 40% всего взрослого населения А вот как монозаболевание ГЭРБ встречается сравнительно редко И наиболее часто сочетается с лор-патологией ИБС – заболевание соединительной ткани Хроническим заболеванием легких, сахарным диабетом и другими Лор-проявление при гастроэзофагальном рефлюксе Это манифестация лор-патологии, связанная с достижением рефлюктата Проксимального отдела пищевода, особенно в ночное время Когда происходит снижение тонуса верхнего пищеводного свинтера И вот при высоком дуаденогастральном рефлюксе Есть четкая прямая связь между степенью повреждения ткани лороганов И продолжительностью воздействия на нее рефлюксата Итак, какие же симптомы при ГЭРБ отариноларинологически? Это может быть оталгия, болезненность при глотании, охриплость Которая встречается в 71% случаев Гранулезный фарингит От 47 до 78% встречаемости Хроническое покашивание у 50% пациентов Першение в горле, ощущение кома в глотке Приступообразный кашель Желание прочистить горло Повышенное слизеобразование носа Постназальное затекание у 42% И латеральные шейные боли Рефлюксиндуцированная патология Это хронический фарингит, средний отит, гайморит, ронхопатия И доброкачественное наобразование гортани Лорпатология при ГЭРБ связана с повреждением гортани И включает диагнозы, как хронический ларингит, контактные язвы и гранулемы голосовых складок Стеноз гортани, папилломатоз гортани, рак гортани, ларингоспазм, дисфония, стридер Подскладочный ларингит или рецидивирующий пневмонию у новорожденных детей Из-за попадания желудочного содержима в нос, трахею и легкие, и бронхи Жалобы, характерные для лоркардиальной или бронхопульмональной патологии Проявляются при атипичном течении ГЭРБа При этом может отсутствовать жалобы на изжогу, ригуритацию, боли в сердце и другие А вот наличие фаринга ларингеального рефлюкса, причиной которого является ГЭРБ И возникает проксимально через верхний пищеводный сфинктер Прослеживается тесная топографическая взаимосвязь верхнего анатомического сужения гортана глотки И это определяет участие патологии проксимального отдела пищеварительного тракта В патогенезе нарушения голоса Так как эпителий глотки и гортани больше чувствителен к повреждающему действию рефлюксата И меньше защищен по сравнению с пищеводом Вот мы видим на левом снимке ларингит на фоне ГЭРБ И изменения в межчерпаловидном пространстве И на правом снимке мы видим на левой голосовой складке В заднем отделе грибовидное образование в области левомежчерпаловидного хряща Обострение слева, обострение гиперпластического ларингита на фоне ГЭРБ Ну и до лечения и на правом снимке мы видим после лечения Частота встречаемости рефлюкс ассоциированы к ларингеальной патологии Которой длительно лечится у пациентов с хроническим фарингитом Патология желудочно-кишечного тракта гастродоиденит Вы видите в 60% случаев Дисконезия верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 56% Рефлюкс изофаид 74% Врожденная дуоденальная непроходимость 30% Дуоденогастральный рефлюкс 11% Гиперсекреторный гастрит 11% И изжога плюс рефлюкс ассоциирование 44% Поражение полости рта Поражение мягких тканей в виде афт полости рта Изменение сосочков, дисквамации, петели, жени, языка Встречаются со стороны слизистой рта Воспалительные заболевания тканей парадонта Это янгвиты, парадонтиты И некриозное поражение твердых тканей зубов Эрозия, эмали, а также галитоз Патологический пищеводный рефлюкс Выявляется у 30-40% больных с постназальным синдромом Очень часто такие пациенты посещают лор-врачей С жалобами на основные жалобы Это постназальный затек Ну и в том числе параллельно могут жаловаться На затруднения в той или иной степени носового дыхания Дискомфорт Такие пациенты нередко прошли уже все круги И консервативного, и хирургического лечения В частности, если мы таких пациентов встречаем Они жалуются и на боли в области задней стенки глотки И покашливание, и такая попытка очистить горло На фоне стекания И обычно три заболевания, которые приводят к постназальному синдрому Ну, первое – это синуситы Особенно задняя серия – это свиноидиты, задние решетки Ну и гаймориты в том числе Патология этих пазух воспалительная приводит к образованию слизи Выделению ее и раздражению таким образом Носоглотки, задней стенки глотки То есть постназальное проявление У детей чаще всего постназальный синдром связан с назофарингитом То есть с распалением аденоидной ткани Истеканием слизи, вязкой, нередко или нагноившейся По задней стенке глотки С раздражением этой слизистой оболочки задней стенки И тоже покашливанием Ну и, наконец, до 40% причиной постназального синдрома Является как раз рефлюкс-эзофагит Как правило, врачи общей практики Семейные или лор-врачи Не обращают внимания на такую возможность И пропускают эти диагнозы В основном занимаясь патологией Лечением в симптоматическом патологии Но это не приводит к успеху Общеизвестна истина, что если мы не устраняем причину То заболевание будет продолжаться с более-менее рецидивирующим течением То хуже, то лучше И никакого выздоровления мы не получим Поэтому надо помнить об этом диагнозе И стараться все-таки докопаться до истины Что же является причиной постназального синдрома 50-60% больных с бронхолевочной патологией Встречаются при ГЭРБ Кроме того, ГЭРБ служит триггером и индуктором хронического бронхита Бронхиальной астмы, пневмонии, фиброз легких И пароксизмального ночного апноэ И достаточно тесная связь доказана Бактериальная астма и ГЭРБ Причем изжога встречается в 70% случаях бронхиальной астмы Это тоже нужно помнить пульмонологам Врачам семейной практики В 2013 году было проведено исследование Основанное на результатах анкетирования И ГЭРБ было выявлено у 41% пациентов С страдающими болезнями в органах дыхания Из них 45% бронхиальная астма И 42% абструктивная болезнь легких Значимой проблемой для всех практикующих врачей Является необходимость назначения Полиморбидным пациентам комплексного лечения Когда пациент приходит к разным врачам С разными жалобами К лору врачу на болезни в горле Например, хронический фаренгит им восстанавливать Очень часто И такие пациенты уже принимали Все виды полосканий, сосательные таблетки Антисептики Курсы антибиотиков Постоянно делают мазки На флорочувствительность к антибиотикам И согласно этим мазкам Получают лечение И все это не дает стойкого результата Кашель Нередко сопутствует ГЭРБ И эти пациенты лечатся И у аллергологов Лечатся и у пульмонологов И у кардиологов И каждый из этих специалистов К которым обращается пациент Назначает свое лечение Лорн лечит горло Или там нос Аллерголог аллергию пытается найти И пытается применить какие-то препараты Пульмонолог лечит кашель Кардиолог лечит сердечно-сосудистые проблемы И все это Вливается в огромное количество Лекарств Которые одновременно Получает пациент От разных врачей Следуя их рекомендациями При этом не учитывается Врачами Назначающими Эти препараты Системного действия Лекарственных средств И не принимается Внимание Возможные побочные эффекты А это является Краспусковым механизмом Для развития Етроенных заболеваний Так как Длительное применение лекарств Приводит к развитию Осложнений Которые Перерастаются Временем В самостоятельные Нозологические формы И вот Полипрагмазия Вследствие полиморбидности Ведет к резкому Взрастанию Системных И нежелательных Эффектов Лекарственных препаратов Нежелательные Побочные эффекты Дают новую Клиническую симптоматику Которые Расцениваются Врачами Как проявление Одного из факторов Полиморбидности И влекут за собой Еще большее Назначение Лекарственных препаратов Полипрагмазия Встречается У 56% Пациентов Моложе 65 лет И 73% Старше 65 лет Прием Двух препаратов Приводит к лекарственным Взаимодействиям У 6% Пациентов Пять препаратов Прием Увеличивает Частоту До 50% При использовании Десяти препаратов Риск Лекарственных Взаимодействий Достигает 100% Отрицательных Взаимодействий И больные Старшего возраста Как правило Принимают 5-8 лекарственных Средств В 41% Случаев И более 9 препаратов Это 37% Пациентов Интересно Что Рефлюкс Изофагит Нередко Встречается И у детей В 17% Случаев Однако ГЭРП Может быть Физиологическим Для ребенка В возрасте До 1 года Из-за недостаточной Длины Незрелости Пищевода В него Регулярно Попадает Желудок Слежим Желудка Оттуда В горло И полость Рта Ну В простонародье При кормлении Грудничков Этот эффект Называется Срыгиванием Это Пища Которую Ребенок Переполняет Желудок А сфинтер Не сильно Крепко держит Попадает Все это Пищевод И в полость Рта И даже В носоглотку При срыгивании Заподозрить ГЭРП У ребенка Можно по Регулярной Сильной рвоте После еды Частые отрыжки С кислым ароматом Длительные Икота Утренний кашель Ощущение горечи Во рту Боли за грудиной Ночной храп Приступы Затрудненного Дыхания Истончения По темнению Зубной Эмали Лечение ГЭРП Детей Мало чем Отличается От лечения У взрослых Но Часто Ребенок Самостоятельно Перерастает Это заболевание И оно Исчезает Бесследно Навсегда И формируется Нормальный Тонус Сфинктера Между пищеводом И желудком Алгоритм действия Врача При коморбидных Таких Ситуациях При появлении Симптомов Рефлюксной Патологии И мы должны Обязательно Уточнить При расспросе Пациента Есть ли у него Проблемы С желудочно-кишечным Трактом Нет ли у него Гастритов Язвенной болезни Патологии Печени Поджелудочной Железы Пищевода Есть ли у него Или отсутствует У него Изжога И вот Если эти симптомы На фоне Предположим Лор-патологии Имеют место То мы обязательно Должны Проконсультировать У Семейного врача Или напрямую Направить К гастроэнтерологу Гастроэнтерологу Самый информативный Способ диагностики Герб Это Фиброизофоскопия Пищевода И желудка Кроме этого Желательно Но это уже делают Специалисты Суточный мониторинг Уровня ПН В пищеводе И это помогает Оценить Характер И синхронность Заброса Содержимого Желудка В пищевод Кроме этого Рентгеновское Исследование С барьем Контрастное Исследование Которое позволяет Выявить Сужение Грыжи Пищеводного Пищеводного Пути Лечение Герб Занимаются Конечно же Гастроэнтерологи Специалисты И Коротко Применяются Препараты Из группы Ингибиторов Протонного Насоса Комбинированные Антоциды Прокинетики И Лечение Герб Длится От 4 До 8 Недель И Потом Еще Поддерживающая Терапия До Года Осложненные Запущенные Формы Герб Подлежат Хирургическому Лечению Проводятся Различные Антирефлюксные Операции В заключении Следует отметить Что Длительно Болеющие Пациенты С хроническим Фарингитом Ларингитом Постназальным Синдромом Длительным Упорным Кашлем И отсутствием Стойкого Положительного Результата Лечения У Отлоринголога Должны быть Проконсультированы Гастроэнтерологом С Обследованием ФГДС И Мониторингом ПН Для Выявления Или Исключения Герб Независимо От Наличия Признаков Заболевания ЖКТ Что Позволит Назначить Адекватное Атеотропное Лечение Врачи Старой Школы Говорили Всегда Я хорошо Запомнил Это выражение Что если У пациента Хронический Фаренгит Не поддающийся Лечению Ищи Патологию ЖКТ Спасибо За внимание